прием холодного душа успокаивает психическую нервную деятельность поэтому на ночь хорошо принимать холодный душ обязательно гулять на открытом воздухе дышать свежим воздухом желательно холодным вечером очень хорошо мерзнуть если перед сном замерзнуть если перед сном принять холодный душ то скорее всего заснете хорошо второе второе использование а устранение возбуждающих элементов очень часто видео которые делаются в социальных сетях это видео которые связаны с политикой видео которые связаны с продажами видео психологов или видео с какой-то определенной музыкой короткие видео видео со вспышками видео драматизирующие ли видео не дающие возможность найти выход как бы тупиковые видео видео пугающие это все выделяет у человека адреналин и многие кстати видео используют еще и правила 15 кадра использует невербальные элементы внушения это очень часто вижу при этом используются невербальные элементы внушения связанные еще и с невербальными элементами сугестиями создающими эмоцию в виде музыки виде подобранного правильного правильного музыкального сопровождения и это создает у человека часто изменения эмоциональная из очень истощает нервную деятельность и это очень часто происходит перед тем как человек ложится спать вот смотрите задача человека который ложится спать отдыхать но когда человек берет телефон и начинает там парсить в ю тубе или парсить в тег токи как часто это происходит или в инстаграме какие появляются у человека модели восприятия нужно что-то купить вот обязательно нужно там себя изменить чтобы быть похожий как же он некрасиво выглядит или какая же там кто-то красивая или еще что-либо то есть частые явления когда человек начинает контачить социальными сетями перед сном появляются у человека вот как раз невротические состояния и конечно же это негативно сказывается на общее состояние перед сном когда человек не должен загружать себя должен отдыхать смена картинок странная музыка использование 15 кадра агрессивные высказывания маты импульсивные пугающие видеоматериалы смешающие материалы это все может приводить человека к тому что он не сможет заснуть именно поэтому в случае если вы берете с собой телефон в постель то знайте это является одним из ключевых факторов того что вы долго не сможете заснуть если вы по чуть-чуть по 30 40 50 1 час 2 3 часа не спите а смотрите в телефон то вас происходит истощение нервной деятельности в дальнейшем когда вы просыпаетесь утром не можете еще и заснуть ко всему а потом когда утром просыпаетесь то утром у вас будет состояние усталости вы начнете проявлять нервозность у вас будут появляться нервозные отношения также не рекомендую засыпать под чтение аудиокниг под прослушивание какой-либо музыки даже если это самая прекрасная музыка там арфа или еще что-либо что я рекомендую в случае если человек не может спать возьмите книгу желательно чтобы эта книга была научная неинтересная из таких наверное классических писателей рекомендую читать бунина допустим потому что бунин очень успокаивает там на 10 страниц у него может быть описание того как зайчик проснулся бежал по лужайке и после этого вечером заснул в норке и переживание этого зайчика описание заката восхода и росинок на травке и так далее все это очень как бы успокаивает успокаивает нервную деятельность и читать долго вот такие тексты невозможно также чтение литературы на ночь очень позитивно влияет на человека успокаивая его если вы хотите изучать английский язык изучайте его утром а вечером любая литература литература которая не возбуждает литература даже интересное может быть кроме цветных журналов то есть требования к литературе черным на белом написан текст я не рекомендую использовать электронные книги так как когда вы смотрите в телефон а также когда вы смотрите в планшет или в электронную книгу вы должны знать что изображение и свет который идет от вашего ноутбука он очень часто совпадает с ритмами нашего мозга то есть нам кажется что свет сплошной ли изображение сплошное на самом деле это изображение импульс на эти импульсы очень часто совпадают с импульсами нашего мозга что может привести к слезоточению спазма сосудов глаз к спазмированию сосудов мозга к формированию вегетососудистых состояний мозга к ухудшению мозговой деятельности к общему общим спазмом в теле сосудистых что могут при что может приводить понижению давлению к увеличению давления и так далее именно поэтому даже длительное нахождение в присутствии или там длительное просматривание просто текста в ноутбуке кино в ноутбуке и так далее в телефоне и так далее это очень часто приводит к появлению у человека чрезмерной нервозности именно поэтому человек перед сном ни в коем случае не должен это делать смотреть телевизор на расстоянии не менее трех четырех метров еще можно а вот использовать и так чтобы была подсветка не в абсолютной темноте потому что если смотреть в темноте то происходит ухудшение состояния психики если с хоть какой-нибудь подсветкой то есть немножко чтоб свет был то тогда воздействие вот такое агрессивная но немножечко сглаживается за счет подавления люминесценции ламп внешнего освещения которое может подавлять немножечко вот эти скачки волнообразные импульсов которые